привет друзья подписчики моего канала просто зрители началась осень и у нас началась осознавая пути на друзья и сегодня вам покажу как правильно посолить красную игру каждый год записываю такое видео со свежей рыбы со свежей икрой солим и все равно на ю тубе смотрю там и вообще на дзене на рутубе друзья там тоже есть мои каналы если вас тормозит youtube переходите по ссылочкам ниже в описании и первом комментарии на мой дзен и на мой рутуб я тоже там есть также будете поддержать меня на бусте так друзья а люди творят такую дичь с этой икрой кровь из глаз как говорится и кипятком заливают и водой холодной промывают я вам сейчас покажу как это сделать правильно во-первых до слуха икры начинается с приготовления правильного тузлука яйца картошки кидают чтобы проверить плотность друзья картошка внутри может пустая быть яйцо не совсем свежие короче вы тут не угадаете это игра в батарею тузлук делается следующим образом наливается в кастрюлю вода берется обычная каменная соль без добавок без всяких там чтобы не было прям прям пишут без добавок на пачках чисто которая идет второй помол она дешевая поэтому тузлука варим побольше насыпаем ее в воду примерно в одном литре может раствориться 250 270 грамм соли а я сыплю на глаз столько сколько до тех спор пока соль не перестанет растворяться в воде в кипящей воде потому что мы будем сейчас кипятить я делаю две кастрюльки делают у звука побольше пусть уж и останется ничего страшного он не испортится насыпаем соли много не жалеем соль стоит копейки по сравнению со стоимостью красной икры сколько стоит у вас интересно красная икра литр напишите комментариях кому не другое у нас сейчас ценник колеблется от три с половиной до четырех с половиной тысяч рублей но это пока сейчас пути на сезон рыбы много в этом году пришло так и цены довольно таки пока демократичной но потом это больше подражает также оставим кастрюльки с солью засыпанной на печку и начинаем это дело доводим до кипения и даем так все также для икры нам понадобится грохот стечки и пару мисор собственно все так но это чуть позже мы сейчас будем сделать как отличить в лососе самку лосося от самса лосося да в какой есть и как какой нет вроде рыбка одинаковая но на самом деле у лосося все очень просто самцов во время когда заходит с моря в пресную логу начинает изменения проявляться и ведь образуется вот такой крюк на носу морда злая как у мужика а самочка наоборот мордочка у нее аккуратненькая крюка нет головка поменьше и вот этот самец вот эта самочка сто процентов ну что приступим самцы пойду заморозку просто на самочке сейчас нельзя вот не поленитесь просто взять и прежде чем пороть рыбку да вы где-то делаете дома не ему там на мешке на улице да там гору навалят все это в слизи в соплях все лежит и порят там эту икру а потом продают его я вот незнакомых людей друзья чисто моё сугубо такое субъективное мнение икру никогда не покупал потому что вы бы видели каких условиях и делают и вы бы тоже этого дихать прям на улице в мешках им горы этой рыбы в этот слизь там порят эту икру этими же руками все вот это вот короче ладно мы не будем даваться в подробности но я бы икру не стал купать незнакомых людей там уже не знаю кто как ее делает и люди разные бывают и скажут делаем не для себя зачем нам стараться вот она ведь красное золото так низко аккуратно не возюкая икру во все эти слизи крови берем истык и аккуратно его достаем стараемся его не повредить вот ведь такая красота об взял лосось и не чемпионы по всяким паразитам которые в них живут обращайте внимание на печень их обычно видно если где-то червячки будут они на печенке лежа как же не в мясе есть поэтому икру надо делать аккуратно тосты и чтобы ничего не попало извне сама икра находится в нестыке в пленочке в такой она как в этом стерильном этом находится состоянии а вот себя как который черри попадает когда это мы в соплях в этих раз вытаскивают этим руками она попадает вниз начально вопрос вот когда уже все ты во время производства короче также достаем друзья потрошки печень целая без всяких гадостей на ней червячков никого нету сердечек это все вкусно а также друзья желудок всем это сейчас дело поджарим в следующем ролике покажу как это готовить лосось и во время захода с моря пресную воду не питаются и же подвигаются местом нереста там причине около месяца не двигаются живут за счет того что они наели в море пока нагуливались и поэтому чем рыба дальше идет которая темно вкуснее и жирнее не запасов больше надо набрать на более длительный срок так кстати у водки таки с покажу другую киту вот это уже видите ночевая такая цвета изменяться у нее икра уже вызревшие а если серебряночка на рыбой называемая дальнобойная идет он точно да и в еврейской автономного своему склобость у нее икры будет мало икра будет еще не выжившие до конца тоже такие вот нюансы качество будет совсем другое все желудочки печеночка сердечки свадебный тарелку соберу здесь приберу и продолжу разделать рыбу друзья поступка потом когда все подготовлю уже продолжим хорошо чтобы не затягивать видео еще даже такой момент смотрите рыбку от вы разделывали до разделали все хотите ее заморозить вот сейчас ее мыть нельзя и отрезаю голову хвосты и друзья пакую у нас продают мешки для рыбы вот такие пакеты по пару рыб запихиваю заворачивая и убираю морозилка хранится отлично но мыть ее нельзя помоете получаются белые пятна на ней и какая-то реакция не знаю короче рыбка хранится гораздо хуже потом когда разморозили перед тем как их готовить помойки без проблем и вкус рыбы сохранять это слизь которая покрывает рыбу она и оберегает это перед при жизни и также помогает сохраниться закупорить свежесть рыбка сохраняет не мойте итак друзья все рыбы раздел икра вот и стычки все целенькие все нормально друзья но прежде чем их солить икру их надо и стыки и промыть но промыть не просто ни в коем случае там да и не кипятком не водой из-под крана под проточной водой ничего подобного нет наливая в миску чистой воды фильтрованной берем ту звук ту звук у меня видите горячий вот эту ночью ли до концентрироваться вот столько соли меня не растворилась и наливаем четыре части воды и одна часть у звука примерно на глаз вода холодную естественно все размешали для это промывочный тузлук не засовочный смотрите какие-то маленькие ошметочки крови все равно попали хоть и аккуратно все старался делать но ведь какой сколько грязи на этих истыках теперь промытые истыки вынимаем из промывочного тузлука и выкладываем на стечку пусть маленькости икра друзья продукт великатесные требуют себе бережного отношения не надо там погоните промыванием водой из-под крана заливанием кипятка из вы не понимаете зачем это делается значит это не надо делать эти приемы все к вашей кре точно не подойдут вот ведь сколько грязи и довольно таки чистых язык истыков сейчас очень выливаем я вот и после этого уже можно пользоваться грохотка и улов это и отбиваем нашу икру от этой пленки истыка так вот разворачиваем его вот видите какая красота иклинки кстати по размеру все разные какая-то более зрелая какая-то менее но у нас рыба прошла уже 613 километров от устьем и здесь икра она самая оптимальная на постепенно созревает не самая вкусная икра это которая сама она не сравнится по вкусу с икрой которая на сахалине на камчатке добывается даже близко все потому что процесс созревания икры происходит более длительное время потому что икра рыба в амуре не не рестится на не рестится в горных реках которые когда-то она родилась 45 лет назад возвращается своей речке и вот она пока идет икра постепенно созревает а когда с моря заходит в речку сразу в нерестовую речку рыба то икра мгновенно там два-три дня и все и она уже как дробь поэтому этом варят когда на горных речках ходят на иристовых подваривает иначе просто невозможно будет укусить она по зубам бегает икра а если икра рыба добытая в море там икра еще не вызревшие и и для того чтобы маленько усилить эту пленочку прикринка не лопалась когда-нибудь как это так называемая жировая и и обливают водой холодный и запускается процесс к рыбам икру мечет гравий на перекатах и так просто моим подается когда попадает в холодную воду пресную и кринка производства технической реакции оболочка становится более твердая ее прямо раздавить и сложновато даже руками такая упругая делается поэтому его холодной водой подмачивают но это жировая икра так ну вот друзья тазик икры отгрохотал но сейчас я нужно еще посолить на ино но солить ее нужно не сразу сначала и нужно промыть берем оставшийся промывочный тузлук слабенький который у нас был и выливаем его кресть сюда просто размешиваем все буквально там 35 секунд все друзья сливаем грязь слизь кровь мы начнем загустел но не побелел то важность одолеть водой все побелеет так так переходим непосредственно к засаливанию икры друзья берем крепкий тузлук он видите соль не растворилась аккуратно не болтая тут на дне осел песочек соли песка дофига каменной заливаем тузлуком тузлука примерно по объему должно быть два раза больше чем икры все эти не теряйте все выливаем икринки в хрип фрупов к редком тузлуке сразу моментально становится более твердые засекаем я хочу сделать малосольную икру 10 секунд все достаточно перемешали и сразу сливаем дольше держать я не буду потому что хранить эту икру я долго не собираюсь так же ну собственно все что икра посолена оставляем его так настичка хлопанцы можно поубирать их принцетом убирают она принципе ведь икра хорошего получилось хлопанцев почти нет часу которые пленочки попались их просто уберу и все оставляем обычно на ночь накрываю сейчас накрою марлей смоченный в ту звуке который мы варили чтоб не подсыхала на и оставляю на ночь грунт стекания вечера уже будет готова может быть попробовать никаких там 5 минут 7 минут там 17 минут не надо когда мы солим крепким тузлуком вот таким образом 10 секунд икра будет малосольная 20 секунд икра будет солененькая и максимум 40 секунд но это уже если вы хотите там хранить в холодильнике без заморозки предварительной до 40 секунд все сейчас все стекет и покажу что получилось ну и конечно пробует как видите ничего сложного нет маленько повозить конечно так ну что друзья все собственно икра стекла него что получилось не моя большая ложка ну как не тихи от ничего видите все отлично осталось разложить по баночкам и убрать холодильник друзья такая икра без заморозки сохранить просто в холодильнике в обычном две-три недели простоит без проблем если хотите на более более длительный срок чтобы охранилась делать и чутка посоление икра прям получилось малосольная мало судно этого первые делаю сюда такую малосолочку а потом уже делаю чутка посоление и друзья на такую даже в такую малосольную игру тоже можно без проблем сохранить если уложить ее небольшие баночки и просто заморозить а потом когда достали нам зиму под новогодных опусте да такими стоит на икорке и нужен достать и поставить размораживаться постепенно на верхнюю полку холодильник она утра оттаивает и получается абсолютно такого от качества как сейчас класс друзья вот этот вариант засолки икры он подойдет практически всем потому что здесь вы уже не ошибетесь по временем когда я промываю просто ту звуком крепким не разложу и водой но у нее у всех получается по времени рассчитать и пересаливают икру когда если то звук развести промыть промывочный да это сделать то потом уже вы более четко можете контролировать время засолки икры по звуке в крепко и все у вас получится на этом собственно все я с вами не прощаюсь всем по встрече и всем пока царики круг правильно и будет вкусно